Торговля между Казахстаном и странами организации тюркских государств выросла в три раза за последние два года. В планах увеличить показатель до 23 миллиардов. Об этом стало известно на совещании официальных аналитических центров стран-членов ОТГ. В нем приняли участие исследователи, специалисты госорганов и эксперты. Они обсудили совместные проекты и перспективы развития культурно-гуманитарных связей. Организаторами мероприятия выступили представители Казахстанского института стратегических исследований и Министерства иностранных дел. Встреча приурочена к юбилейному 10-му саммиту ОТГ, который пройдет в столице в ноябре. Данный формат нам позволяет принимать более комплексные решения. К примеру, если на двухсторонних основе мы можем только договариваться о каких-то узких вопросах. Здесь в многостороннем формате можно договариваться уже о более всеобъемлющих документах. Сотрудничество стран ОТГ находится на таком этапе, когда все заинтересованы в экономическом взаимодействии, учитывая геополитическую ситуацию и так далее. То есть наиболее важным экономическим проектом является торговая и транспортная взаимосвязанность. Осенняя жара поторопила производителей сахара. Так вскидали это Гродненский регион Белоруссии. Сезон начался раньше обычного. Технологам пришлось скорректировать работу и перестроиться под ранний сбор. Но покупатели интересует не только качество, но и цена сахара. Она в Белоруссии не менялась уже почти полтора года. В этом году в Белоруссии планируют собрать не менее 5 миллионов тонн сахарной свеклы. Это около 600 тысяч тонн сахара. Сладким товаром обеспечит и внутренний рынок, и прилавки в странах Содружества. Средняя цена на рынке сложилась достаточно стабильно, и она соответствует рынку Российской Федерации в районе 2,59 рубля. И на сегодняшний день спрос умеренный, ажиотажа мы не видим. Жители Бишкека жалуются на стоимость угля. С прошлого года топливо подорожало почти на 40%. Тонну продают почти за 6 тысяч сомов. Власти рассматривают возможность отпускать уголь по сниженным ценам. Идут переговоры с антимонопольной службой. Продавцы говорят, повышение вынужденное. Увеличились расходы на доставку угля. Дизель подорожал в полтора раза. Выросли в цене и услуги водителей. Так что заработок от продажи угля совсем небольшой. На угольных базах предлагают и казахстанский уголь с разреза шеберкуль. Но он еще дороже местного на тысячи сомов. В государственном предприятии по добыче и переработке угля уже рассматривают вопрос о реализации социального проекта. Обычно по сниженной цене больше трех тонн одному покупателю не отпускает. Поэтому власти советуют запастись углем заранее, до наступления холодов. Также рекомендуют покупать товар только в официальных точках. У перекупщиков цены выше, а качество ниже. В год Кыргызстан использует 2,5 миллиона тонн угля. Половину потребности государство обеспечивает из собственных месторождений. Остальная часть – импорт из Казахстана. В этом году топливо хватит всем, заявили в компании «Кыргыз Камор». Предыдущие годы по поручению президента была распродажа угля в Бишкеке. То есть в определенных точках продавали по три тысячи сомов за тонну. В этом году тоже планируем реализовать этот проект. Кроме того, сейчас обсуждаем план мероприятий с антимонопольной службой. Будем сдерживать цены. Годовой уровень инфляции в еврозоне. Упал до 4,3% в годовом исчислении в сентябре после 5,2% в августе, достигнув самого низкого уровня с октября 2021 года, сообщил Евростат. Этот показатель оказался лучше ожидания аналитиков «Фастсет», которые в среднем ожидали замедления темпов роста до 4,5%. Тем не менее, инфляция в 20 странах, использующих единую валюту, все еще остается значительно выше целевого показателя в 2%, установленного Европейским Центральным Банком. Сенат США принял законопроект, который предотвратит прогнозируемый шатдаун правительства. Одобрение документа позволит продолжить финансирование работы госорганов сроком на 45 дней. Угроза остановки работы нависла над правительством Соединенных Штатов в связи с тем, что члены Конгресса не смогли достичь соглашения по бюджету на следующий год. Всего за инициативу выступило 335 конгрессменов, 91 против. При остановке работы госорганов могла бы нанести серьезный ущерб национальной экономике. Продолжение следует...